Всем привет! Заключительная серия будет нашего третьего сезона, когда я тренирую команду Крива Александра. Мы уже в премьер-лиге, но нам нужно еще три тура доиграть. И в общем все будет закончено в нашем чемпионате. Ну давайте расписание еще раз посмотрим. Концовка у нас будет Квинс Парк Рейнджерс в гостях. Флитфуд, Квинс Парк Рейнджерс на 14-м, Флитфуд мы будем принимать на 18-м, там команда идет, этот матч домашний будет. И Болтон на последнем месте, аутсайдер мы его тоже будем принимать. Ну и два матча будет очень интересных. Так что да, с Манчестер Юнайтед в лиге Европы в финале и с Ливерпулем в финале Кубка Англии. Койл не сможет кстати сыграть, вот мы здесь видим, потому что он в аренде у нас находится как раз из Ливерпуля. Ну ладно, давайте смотреть с Квинс Парк Рейнджерс матч чемпионата. И посмотрим, вот он перенесенный, что будет после этого. Расстановка на матчах с Квинс Парк Рейнджерс такая. В общем, да, с нами они, наверное, сыграют, потому что, ну а что они теряют? Правильно? Ничего. Они не туда-сюда, играют для своих болельщиков. Ну а мы играем, потому что мы можем этого матча проиграть в этом сезоне. И, ну, ничья тоже неплохо для нас было бы. И, хотя, как сложится игра. Разные ничьи бывают, бывают плохие, бывают хорошие. Ну, да, как пойдет, в общем. Давайте смотреть. Ну, после... Лизенкирхена, после матча с Шальки, играем и... Естественно, игроки у нас подсевшие. Ну, так часто играть тоже тяжело. Я на следующий матч планировал ротацию произвести. Ну и... Все в этом плане. Так, давайте старайтесь. Массим Ленга, золотая карточка. Не золотом отбрасываемся. Рейли. Бильбаум на подборе, на вес. Лжи-Кэл валят. Давайте попробуем все-таки Паттерсону дать. Хотя ответственный момент. Я понимаю, что Легония лучше, наверное, пробьет. А у них красная она еще при этом. У Лонга. Вот она тебе идет. В меньшинстве соперник остается. Ну да, Паттерсон, не пенальтист. Все-таки хотел я дать ему, возможно, стать лучшим бомбардиром клуба в одном сезоне за всю историю. Паттерсон, не забил, но не забил. Еще момент. Паника тут уже в штрафной Кунис Парк Рейнджерс. Хотя в предыдущем матче забил пенальти. В общем, да. Да, удаление, конечно, у соперника это серьезно. Он может ударить по ним. Цена кистью на Шульц. Естественно, он его выпущен. В втором тайме там. Ну, Паттерсон должен был сбивать. Просто обязан. Все было сделано для него. И он не воспользовался этим моментом. Ладно. Как же ты? На Паттерсон, на Паттерсон. Он забил все-таки с игры. И все его голы есть. Станет он лучшим бомбардировал нашей команды. В одном сезоне рекорд тоже войдет в историю. А в чемпионате он забивает потом все в 23-й свой гол. И он лучше бомбардировал, конечно, еще не выходит. Григорий, штрафной, исполняет еще опасный удар угловой. Орейли, навес. Скидки тут мяч прыгает. Коэл. Орейли. Орейли прострел. Нет, не доходит. Бауэр уже здесь. В большинстве играя должны соперника добивать. Вне зависимости от того, как он в каком мы состоянии. Пусть просевшие чуть-чуть. Но мы должны это делать. Еще один момент Паттерсон мог забивать. Конечно, еще не забил. Так. Давайте попросим продолжать. Так, Гомеса я, пожалуй, на тот флаг отправлю. Выпущу Шульца. Вот, ЖТ пусть отдыхает. Хоть и сделал результативную передачу. Так, нам нужно забивать еще, чтобы спокойно уже играть. А не просто ждать чего-нибудь. Финального свистка типа, да. Мы можем что-нибудь тут сотворить. Вот мимо мяча, там кто-нибудь пробежит. Запрос какой-нибудь. Или какой-то стандарт. Ну, вот видите, как обыгрывает. Идет забросан. Здесь Бауэр. Бауэр долго. Чуть не потеряла. Паттерсон. Увели. Двигоне. Паттерсон. Паттерсон. Ну, что ты. Пробил, ну, там, вратарь. Руками. Ну, ой, Шульц. Подает. Выносит. Так, увели у нас не очень заметен. Давайте попробуем его заменить. Паттерсон. Выпустим. Выпустим Филипса вместо увели. Так вот, Секрет попробуем. Ну, тут у наших ворот стандарт. И до удара даже дело дошло. Вот мяч мог выркнуть в уголочек. И все. Все усилия напрасно. Соперник в меньшинстве нельзя позволять ему ничего делать. У наших ворот. Желательно забить еще, но мы не можем. Почему-то пока это сделать. Ну, давайте еще одну замену. Мы можем Смита. Смита. Смиривония. Так. Так, а возможно получится, Паттерсон на фланг отдай. Шульц. Шульц. Ну, что такое? Ну, здесь впадка, хотя и хорошо, Койл действует. Паттерсон. Собрал тут толпу возле себя и пробил выше. Так, дым уходит. Еще стараемся. 1-0 не тот результат, на который можно надеяться всегда. 1-0 может и неплохо. Там, с Манчестер Юной, этот, с Ливерпулем, да, но не в здесь, не с Кулинспарк Рейнджерс. 3 минуты, судья, добавляет к основному времени. Ну, здесь уже, видимо, так все и останется. Если нам с этого штрафного ничего не залетит, ну, нет. Все. Плохо разогранили футболисты. Кулинспарк Рейнджерс, скажем, надо сфокусироваться на следующем матче и не расслабляться. Хотя, и Дризи напрягся. 116 очков тем временем мы набираем. И все у нас достаточно здорово. Ну, вот, два матча остается, мы еще не проиграли, поэтому хотелось бы и не проиграть оставшиеся. Принимаем Флитвуд. Ну, когда-то мы с этой командой были, ну, в прошлом сезоне, в Лиге One. Ну, они останутся в Чемпионшипе, что интересно для них. Ну, и они идут не на самых высоких местах, поэтому... всякое для них будет еще впереди, может быть, а может, ничего не будет. Так что, попрошу серию нашу продолжить. У нас сегодня ротация состава происходит определенная, так что, да, будем смотреть. Домашний наш поединок. Мы готовы, наверное, резервиста наш, так скажем, сыграть. Ну, и посмотрим, а что они тут сюда. Ну, хотя, Аджиты, вряд ли резервист, конечно. Да, ну, вот он, конечно, прорывался неплохо. И пробил, мог бы и получше достаточно сыграть. Так, хватит смотреть дальше, стараемся, стараемся, потому что у нас еще один тур будет впереди. Ну, я дам возможность там себя проявить кому-нибудь или нет, да. Как пойдет. Или сыграем с новой главой. Ну, здесь справились игроки Флит, ну, да, Филиппс, Жон. Вот, брать, Агарнер, разбирается, Аджит Тей, Смит, Гарнер, Барамал. Заброс на Аджит Тей, Аджит Тей, прострел, Филиппс, Голк. На радость болельщиков мы открываем счет на 16-й минуте. Ну, неплохо. Аджит Тей тут прорвался и пострелил. Как следует Филиппсу его было забить. Ну, то есть не попасть в вратаря и не попасть мимо куда-то. Жондук прерывал. Фульц. Смит. Ох, Смит пробил. Иногда и Смит сбивает. Есть такое. ЖТА. Гардер. Парезе. Смит. Гардер. ЖТА. Парезе. Шульц. Ну, кто кручивает, может прострелить. Ой, чуть-чуть ошелся. И автогол не случился. В нашу пользу. Могло уже, бывало, да, не раз, когда соперник в свою воруду меня спасал. Тем опасно, эти прострелы. Ну, здесь подача не очень хорошая. Слово, мы выиграем тут, ну, центр есть, АДЖТА. Проходит опять всех штрафную юру и момент сменить. Мог забивать угловой. Шульц подаст. Не очень хорошо. Защитники тут наши уже у штрафной, ну, на этом все. Загрем штрафной. Парезе на Филипса штанга. Филипс мог их дублям уже оформить. Ну, не попал как следует. Штанга спасает. Ворота Флитфуда. По удару мы видим ноль в наши ворота. То есть, Гарц стоит, скучает пока что. Ну, давайте еще постарайтесь. Старайтесь и старайтесь, да? Как говорится. Так, соперник из аута вбрасывает. Может быть, создал какую-нибудь свою атаку первую. Нет. Перехват. Ну, пас неточный. Но здесь хорошо. Филипс. Ну, как куда? Ну, куда ты бьешь? Зон. Смит. Гарна. Филипс. 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 Он надо сбивать. Точная передача. По новой надо так начинать. Филипс. Ну, так через защитников выходим. Шульц. Шульц. Штрафную. Ой, 2-0. Паризе. С передачи Шульца. Ну, Шульц лидер по результативным передачам в чемпионате. Ну, вот он это и доказывает. Очередную передачу записывает на свой счет. Ну, Париза забил. Еще нет. Еще не закончился первый тайм. Смит. Скоризе. Джона подключает. Навес. Вынос. И еще момент. Снова мы в атаке. Аджетей проходит у всех. Смотрите, как навес. Шульц. Удар даже. Ну, надо добить. Трилор. От ЖТ отличается. Ну, вот ЖТ молодец. Вся Шульц пробил. Мог и сам забить, но мяч туда не опустился. Ну, в моментах создали в первом тайме, конечно. Ну, и мой удар по нашим воротам тоже очень интересно. Так, ну, недоволен, конечно, вашей игрой. Ну, что еще скажу. Все, молодцы. Играйте второй тайм. Ну, что ж не сыграть-то, да? Ну, и все в таком плане. Замены у нас есть. Сейчас я их буду делать. Так, ну, во-первых, ЖТ надо заменить. Выпустить Гомеса. Потому что ЖТ молодец. Ну, Гомесу тоже надо сыграть. Частые матчи, они тоже, они всегда хороши. Для игроков Филиппс или Филиппс оставить. Патерсона вытащить вместо Шульца. Вот. Давайте им скажем, чтобы в них верил. Вот. Так. 3-0. Здесь все хорошо. Испица хуже всех по оценке выглядит в этом матче. Вот Филиппс удар и гол. Филипп забивает. Хороший гол, кстати, получается. С удового сразу слета. Красиво. Ну, и давайте тогда вместо Смита выпустим, кому мы вырыли. Центр поля. Ну, последний замену. 4-0 на табло. Ну, и ждем уже на окончание матча. Может быть, какой-то момент еще увидим. Ну, добивать соперник 5-0, я не знаю, будут ли наши игроки или нет. Ну, если получится, забьют, конечно. А если нет, то нет. Ничего страшного. Сложился матч удачно. В общем, нет вопросов. Три минуты в суде добавляет. Ну, и все. Осталось совсем чуть-чуть. И останется всего один тур нам в чемпионате. И закончим. Чемпионшип. С него 4-0 на радость нашим болельщикам. Я скажу, что результатом игры доволен. Молодцы. Ну, по факту это чемпионат совершился, потому что все уже матчи сыграны. Остался только наш матч с Болтоном. Он уже будет после чемпионата. Обычно такого не бывает. Последний тур. Перенесенный играются до него. Но некуда было пихнуть в матч. По всей видимости, нас уже пихнули 13 мая, когда чемпионат закончился. Ну, первая команда с последней. Собственно, неважно уже, как мы сыграем. Торнир на таблицу это не появляет. Болтон вылетает. Мы в премьер-лиге видим Норвич. Тоже туда отправляется. Рейтинг Бирмингем Лид Сандерлэнд плей-офф будут играть. И посмотрим, кто из них пройдет в премьер-лигу английскую. Это тоже будет интересно. Но Милон спас. И все-таки молодцы. Болтон, Шеффилд, Мэнс, шипи для нас. Надеюсь. Мы сюда больше не вернемся. Принимаем Болтон. и... В общем, что нам тут судил. Селеван упадающих. Ну, давайте вот так с ними действовать. Ну, попросим серию нашу продолжить. Нам нужно совершить сезон в чемпионате, но вообще без поражений. Хотя играем с последней командой, но все уже все понимают. Чемпионат закончился. Ну, по факту. После этого матч он закончится. Но мысли-то у всех уже, понятное дело, в других турнирах, в которых мы будем еще играть. И... Так, вот. Вот отношение. Главное отношение, какое будет у нас к этому матчу. Я, конечно, буду просить игроков стараться, чтобы сделали свое дело должным образом Паттерсон. Пробил неудачно защитников или его неуреили перекладина. Не игры. Не игры, а не было. Давайте смотреть дальше. Так. Буду лучше терять нечего. Команда играет плохо. Сняла последнее место. Но играть будет, наверное, просто, да, для себя, для болельщиков постарается, конечно, против нас продемонстрировать какой-нибудь достойный результат. будет. как же ты тут проходят? Удачные бегонии. Шульц назад. Снова тут герба, уже подключаются прострелы, там надо заносить. В 16-й минуте мы забиваем, в общем, молодцы в данной ситуации, раскатали соперника здесь, все скопились в центре, мы оставили тут Бельбао, которому не помешали отдать пас. ЖТ забил. Ну вот, 1-0, за вот эту брусовую, Близиновес, ЖТ, снова и пенальти, так, ну давайте все-таки попробую еще раз Паттерсона. Может, зря забил. Ну, он в угол попал, в общем, вратарь там улетел, но Кали взять. Ну, как-то повезло, в общем, Паттерсом, что меч туда прошло. Ну, 2-0, счет становится. И вот так вот. Будет стараться дальше. Последний матч в чемпионате здесь, на нашем стадионе, и в этом сезоне вообще, все остальные будут играться не здесь. Один во Франции, Парк-де-Пренс, другой на Уэмбли, так что да, шумлиц, как круче будет у всех, расстрел, где меч перекладина, Паттерсон, что ли, наверное, это был. Тюмень Жуков, вот такой вот футболист, есть у Болтона, интересное дело. Он и был там, да, в прошлом сезоне. Смотрим дальше. Ну, угловой очередной вот тут подаем. Паттерсон, ух ты, забил. Ну, молодец. Ну, это что, 25-й гол получается в чемпионате. Он догоняет всех бомбардиров, какие там есть, там по 25 или нескольких человек. Вот если Паттерсон забьет еще, он может, он может стать лучшим бомбардировым чемпионатом. Так, Идризия. Расстрел Паттерсон, головой, скидка, момент, штанга опять. Шульц с побеждением играет. Ну, ладно, на конце таймера мы его оставим. Нет, совсем плохо, думаю, у Шульца. Ладно, в перерыве я заменю его. Ну, и Болиса Шульц никак подать не может, разыгрывает аж. Ну, и даже Ура, где-то тут ударил. Так, 3-0. В общем, здесь все хорошо для нас, складывается. Я доволен. Так, тактика. Ну, Гомес, выходи. Вместо Шульца. Ну, у нас будет неделя перерыва. Теперь впервые за долгое время. А есть вот этот график. Сумасшедшие через день, через два матчи у нас чередовались. Выйдем мы на режим недельной подготовки к матчу с Манчестером на этот. И посмотрим, как мы там себя проявим, что мы сможем вообще сделать и сможем ли на финал Лиги Европы. Такое вот событие для нас. Мы, мое время, видимо, опять будет злорадствовать перед матчем, что он научил тренер, что он все здесь контролирует и мы ему не соперники. Так, ну, давайте последние замены. Хотелось бы, конечно, Паттерсона оставить. Давайте Гарнера и Порезря. Все, сделаем замены на минут на двадцать. Минут двадцать у нас остается. Ну, Паттерсон вряд ли сможет... Ну, хотелось бы, чтобы он сотворил хет-трик и стал лучшим бомбардиром чемпионата, но, возможно, этого и не произойдет, да? Все меньше и меньше времени остается. Потому что на тренуле выигрываем. Все здесь хорошо. Ну, ладно, давайте еще постараемся. Последние уже пять минут. Плюс добавленное Мелегони. Ну, что? Где такая... Контратаку пропускаем, да? Ну, и он тут себя проявил тоже в этом матче. Недором Арсеналом интересуется. Ну, справились. Ну, дальше, дальше, ну, давайте спокойно подавать. Ну, снова мы ему приходится вступать в игру. Ну, угловой, в общем. Опять меня сейчас как-то к сопернику заблокировали. Ну, и у нас на Паттерсон, он один. В один. В один. Самый девять отдает и за холл Паризе забивает. Ну, вот... Если бы там был бал. Например, G3 так убежал, то надо было к на Паттерсу выбрать. Паттерсон молодец. Паттерсон молодец. Все равно молодец. Нашел передачу и Паризе и тут... Вот четвертый забивает. Ну... Пожалуй, все на этом, да? Не станет Паттерсон лучшим бомбардиром. Хотелось бы. Ну, увы, последний тут угловой. Справляюсь с хозяевами гостя. Что пойдут в атаку? Нет. Субы не лезут. Ну, вот забросом таким только не получится. И время завершается этого матча. Ждем свисток финальный. Который провозгласит нас непобедимыми в этом сезоне. В чемпионате. Да... И я скажу, что... Отличная победа, в общем. И мы в этом плане молодцы. Ну, вот. Все на этом. 38 побед. 8 ничей. Ни одного поражения. Разница мячей. Плюс 105. 122 очка. Паттерсон 25 голов забил. Но не смог вот этих вот отсюда стеснить. Так скажем. Если бы забил еще, да... Ну, 26 был бы лидером. Но он сыграл не все матчи полностью. Поэтому... Такое тоже случается. Ладно. Впереди нас ждут два супер матча. Расписание. Давайте посмотрим. Манчестер Юнайтед. Потом Ливерпуль. Ну, вот. Отправимся мы в Парк Де Пренс. Во Францию. На эту игру. С Манчестер Юнайтед. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, вот. Вот. Пожалуйста. Мауринио. Жозо Мауринио говорит, что я не имею никакого права критиковать его. Представляете? За его стиль игры. Вот так вот. Меня, кстати, про это спрашивают. Считаете ли вы, что вам удалось его зацепить? Ну... Так. Я даже не помню, что конкретно я тогда сказал. Удивительно, что Жозо все еще зол на меня. В общем, опять Мауринио дает команде нашей не единого шанса. Как вы прокомментируете заявление, что МЮ легко обыграет Крю. Я это не хотел услышать. Вот так вот скажу. Ну, мы не можем огорчить. Но я скажу так, что я уверен в своих игроках. Ну, и хотим ли мы отомстить за последний наш матч с МЮ, который был в финале Кубка Англии. Ну... Скажу, что дополнительным стимулом станет. Ну, и никогда мы не выигрывали Кубок Лиги Европы. Ну, естественно. Сложная задача. Будут ли какие перестановки? Мы посмотрим перед игрой. Манчестер фаворит. Собственно... Ну, что здесь сказать. Мы не признаем авторитетов. Бильбау не сможет принять участие. Уехал за какую-то там сборную молодежную Испанию. У них там турнир. Ну... Да, потеря. Что вы ждете от финала, в котором играют две команды из Англии? Ну... Фантастический матч. Будет. 6-0 над Краснодаром. Стало знакомым событием. Имеет ли это значение? Ну... Я думаю, что это очень на дальнейших планах. Какой Краснодар? Не буду я отвечать на этот вопрос. В общем, вот такие вот интересные вопросы. Да, мне задают в то же время глупые. Футбол-менеджеры, кстати, здесь вот это вот. Не очень пресс-конференция организована. Парк Де Пренс в Париже. Стадион команды Парис Инджермен. Ну, и мы играем с Манчестер Юнайтед. Ну, что нам сказать про Манчестер? Это чемпион Англии. Да, стала команда чемпионом в этом сезоне. А мы первое место заняли в чемпионшипе. То есть, по классу мы, конечно, отличаемся. МПО серьезный, Лукако, Сахаби. Израильтянин. Тут у них есть и Карди, Пагба. Ну, в общем, тут все очень и очень непросто. Ну, давайте попробуем так, что ли. Я не знаю. Ну, и команде скажу, что нам нечего терять. Вот. Мы в синем Манчестере, но этот красно-белом. Вот. Финал. М-да. Мог бы и Тотенхэм нам достаться, но... Нет. Мью тут очень серьезно выглядит. Фаворитом. Ой, момент у наших ворот. Моментально возникает. Блин, концентрацию просить у игроков, потому что... Манчестер нас предавит явно. Мы еще не на таком уровне хорошим играем, чтобы нам, да, с легкостью там переигрывать Манчестер Юнайтед. Нам нужно чаще играть с такими соперниками, тогда, возможно, мы сможем их там, да, разбивать, что ли. М-боло. Ой, пропускаем М-боло. Опасный атакующий парень. Так, опять концентрацию, но... Здесь уже она не дойдет, видимо, пока момент не завершится. А момент может завершиться ударом. Вот здесь штанга. Да, мы нас явно тут прижали. Мы ничего не можем. Он здесь... Подловить, подловить. Манчестер Паттерсон пробил. Ну, там Дехея. Это серьезный вратарь. Может, даже лучший в мире. Один из лучших, так скажем. Барахман желтая. Так, Невис желтая. Ну, давайте... Концентрацию. Ну, потому что нам надо выдержать все атаки Манчестера. Это непросто. То есть... Ну, мячом примерно равенство у нас, но ударов-то нет. Это Джон. Желтая. Плохо. Штрафной. Мью разыгрывает. Боремся. Рейли. 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 Джетель. Он пас неточный. Ну, опять все, не точно. Ну, как можно в простых ситуациях так ошибаться? Ну, и вот провал в наших пород. И удар мимо последовал. То есть, первый тайм. Полное преимущество и Манчестера. Ну, то есть, понятное дело, Шульц получает желтую. Шульц не так заметил, как хотелось бы. Ну, видим по статистике, по ударам. Все понятно. Хоть играем по дулям, я вообще не доволен, как вы играете. Джон. И получи желтую. Агрессивнее ты выглядишь. Так. Ну, давайте. Громица вместо Шульца. Начнем второй тайм. Ну. Может быть, он сможет что-нибудь противопоставить на фланге, в атаку и так далее. Ну, возможно, нам нужно в контратаку тогда сыграть, я не знаю. Потому что по ударам мы уступаем и продолжаем уступать. Джон еще нашел, это очень печально. Так, ба. Шултая. Ну, возможно... Возможно... Решпорта тут проверим, что он тут у нас... Скорость большая, очень... Да. Так. Решпорт. Будем так с ним действовать. Ну и замену я, наверное, сделаю. Бильбао уехал, к сожалению. Я рискну Смита сюда поставить вместо Джона. Смит там может кое-как сыграть. Я не уверен, правда, в этом. Но просто Джон на желтый. Может быть, это станет ошибкой. Так, у них двойная замена Суса и Сон Хун Мин выходит. Так, ну давайте по сопернику тоже Суса. Тоже все эти товарищи очень серьезные. Так, у нас... Попробуем, постарайтесь, ребятки, постарайтесь. Смит. 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 Филипса вперед Последняя замена Третья Ну и Штрафной здесь Мью разыгрывает Багба Рэш в парусах опасный Сейчас может быть Лукако Ну, Лукако не точно Ну что такое Втроем там в центре поля С мячом не можем разобраться Ну кошмар Ой, вынести Повезло Откровенно нам сейчас везет Просто Я не знаю Филипс выходит Да Вот он, Филипс, мяч подхватил Один идет Один, один Навешивает, уже или не дотягивается Смит подобрал Пас на Гомеса И гол Смотрите, Гомес Как там пробил Я не знаю Мяч непонятно С очень острого угла Казалось бы, мяч не должен был попасть Никуда Вот, Смит навесил Как он там нашел Между рукой и штангой Лазейку На 79-й минуте Но Мы забили Неожиданно в одно время, да И нелогично Пожалуй Остается очень мало Времени Желтая Так Желтая Концентрация Концентрация 4 минуты Судья добавляет Манчестер Несется Практически В атаку Бауэр Перехватил Гомес Филипс Филипс Близи Заброс Гомес Прострели Филипс Ну как Филипс Кошмар Все ворота открыты Перед Филипсом Здесь В центре поля Мимо с мячом Они нас простили Ой Чуть себе Сейчас не привезли Молодец Мы Выбил Зачем ты на брутаря Ты откидываешь Сейчас Ребью сравняет И Выбрутаем А там Знаете Что Мне понятно Что ждать Филипс Идет Хорошо Отдал Возвращает Он мяч Филипс Опять Мимо Фух Ужас Все Ну Это жесть Конечно Мы выигрываем Мачу Эмью Которые должны были Проиграть Я так думаю Да Манчестер был сильнее По игре Но по счету Мы их обыгрываем Что очень интересно И Три удара в створ В концовке Были Да у нас Моменты Но Мы их не смогли Реализовать А вот Гол Гомеса Это будет Выдающимся Достижением Ну Здесь нам пишут Если Корреспондент BBC Если быть честным Я удивлен Результатом Конечно Конечно Результат Это удивительно Ну Я скажу Команде Я недоволен Как вы сыграли Хоть вы и выиграли Они все Смотрите Согласны Когда такое было Ну Наши болельщики Будут Очень счастливы Мы Не просто Выиграли Лигу Европы Мы Попадем Лигу Чемпионов Благодаря Такому результату Это Очень серьезно У Эмбли С Ливерпулем Финал Кубка Англии Да Ну Видим состав Каутиньо Который в реальности Тут В Барсу Перешел Вот он Здесь еще В Ливерпуле В 2020 году Рафиньо Мане Силва Ну Сейчас Это Ливерпульская Четверка Выглядит Вот так У них Фермина Кстати В запасе Может даже Выйдет Мы увидим Там еще Коваленко Есть Что интересно Беньюле В воротах Ну Койл Не может Играть Гарнер Будет Здесь Действовать Ну Давайте Сопернику Рафиньо Тоже Мане В общем Вот так Ну И Попросим Тереть Нам Нечего В общем Сыграем Мане Он долго Не пропускает Бывает Милигоне Способен Свои игры Мы думаем Джетей Контракт Продлил Ну Я рад Тусом Тоже Подписал Новый контракт Ну Не знаю Как он себя Проявит Может он вообще Никак себя Не проявит Может Молодой Этот игрок И не вылезет Никуда Мы В синей форме Снова Ну И посмотрим Как С Ливерпулем Сложится У нас Да Здесь Вот ошибка Паттерсон Подкарауливает Подкарауливает Ну С острого Углато Сложно Надо Как Гомес Манчестер Забивал Примерно Так Под рукой Но И здесь Не допускаем Не допускаем Ошибок Шульц Паттерсон Паттерсон Поедет Чемпионат Европы За сборную Англии Да И в Рейле Тоже Что Интересно Вот Такие У нас Игроки Хепки Тоже Там Будет Представлен Следим За чемпионатом Европы Тоже Возможно Потом Уделим Какое-то Внимание Этому В России Там Нет Это Россия Не ожидать Особо Ничего И не Приходится Здесь Контратака Смотрите Каутинь Как уходит Легко Прострел Там Никого Аэрофини Забивает Вот Это Игра Ливерпуля Контратаки Быстрого Убегания Говорили Про Мэйни Что Долго Не пропускал Но Пропустил Конечно Когда-то Все равно Этот момент Должен был Настать Играем Мы С такими Серьезными Командами Да Ничего Есть Еще Время Шансы Нужно Только Их Реализовывать Конечно Не будем Опять Такие Ошибки Делать Житые Перехват Патерсон Патерсон Один Один Опять Бьет Любит Он Это Дело Бить Не знаю Зачем Нужно Стараться Пас Сыграть 50 Голов В сезоне Уже И забил Но Мог бы Получше Действовать Тем более Проигрываем Мы Так Снова Потеря Хорошо Месть Не дошел До Игрока Ливерпуля Патерсон Перевод Шульц Ну Хоть Хоть Удар Какой-то Не такой Сильный Как Хотелось Но Могу бы Быть и Лучше Стараться 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 Здесь Накрывать Игроков Ливерпуля Не давать Свободно Проходить Опять Мяч Отскакивает Не туда Куда Нужно Здесь Провал Дают Возможность Пробить Игро Сильва 2.0 Вот так Вот Провалились И получили Да Хотя вроде Примерно Равенство По игре Мы видим Но счет В пользу Ливерпуля Увы Шульц Не заметен Совсем Придется Нам В перерыве Делать Замены Ажитые Штрафные Правда Тут еще Пробьет Ну Прям По центру Там Вратарь Так что Такое Забить Практически Невозможно Если Вратарь Ошибется Паттерсон Паттерсон Вот Да Это Нормально Ажитые Перевод Удар Вот Неверный Вытащил Нет Даже Не Вытащил Видимо Перекладина Может быть Ажитые В атаку Подставить Такой Ход Сделать Шут Заменим Может быть А Джитые Чистым Нападающим Наиболее На фланг Второй Тайм Такая Замена Чемберлейн Чемберлейн Вышел Гомер Штрафной Пробьет Там Где-то Мяч Там Где Мяч Там Ударить Надо Ох Пенальти Судья Ставит В нашу Пользу Милигони Будет Бить Ну Давай Милигони Забери Подторможивать Все началось Ну В начале Тайма Забили Гол Это важно Есть шансы Чтобы Еще Игру Спасти Для этого Надо Стараться Дальше Так Патерсон Рейли Катерсон У меня сейчас Скакивает Все падают Реджан Павит Что там Красная За что Вот это Да Ливерпуль В меньшинстве Остается Так Стараемся Непонятно Кстати За что Перевод Гомес Успеет Успевает Навесить Перекладь Она опять Спасает Да что Что Будешь Делать Ох Главой Милигони Подобрать 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 Гарнер Игризи Глигони Бауэр Патерсон Милигони Гомес Гомес Прострелы 2-2 Орелли Вот так вот 55 минута Равниваем счет Против Команды Команды Которая Получила Сначала Пенальти Своего Ворота Потом Осталось В меньшинстве И 2-2 Удачные 10 минут Тайма Второго Так Орелли Забил Это здорово По удару Мы сразу Стали Превосходить Соперника Нам Нужно Дальше Стараться Так Че Он На Гомес Орелли 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 Идет Сам Пробил Плохо И слабо Звук Стараемся Стараемся 2-2 Есть возможность Выиграть В большинстве Вот Нужно Кытаться Гарнер Желтая Так Ну Давайте Замену Так Мелегония Опустим Выпустим Смита Вот Забил Уэлли Забил Уэлли Забил Гитая Филипса Вот Все Замены Все Свои Сделаем 15 минут Еще Стараемся Стараемся 2-2 2-2 Можем Выиграть Можем Соперник В меньшинстве Поднажать Поднажать Житые Мелегония Житые Снова Тут Смячом Прострел Паттерсон Прострел И гол Филипс 3-2 Комбэк В матче Дальше Стараемся Не бросаем Играть Только Ну Здесь Разыграли Как по нотам Как Тому Требуется И Леверпун Уже Не знает Что Делать Паттерсон В данной Ситуации Уже Не стал Бить Откатил И Это Сыграло Свою Роль Заметно У них Происходят В Ливерпуле Все Наоборона В основном Поэтому 3-2 Перевернули На игру Конечно Удаление Тут Наверняка Рассказалось Смотрите Сколько Удоров Мы Наносим Просто Нереально Стараться Последние 5 минут Сезона Сезона 27 Главой Все Вышло Время Филипс Филипс Все Мы Выигрываем Еще и Кубок Англии Вот Она Казалось Было Первого Тайма Было Все Плачевно Но Во-втором Свершилось Статистика Впечатляет 27 Против 7 Мы Нанесли Конечно После Первого Тайма Равенства Где-то Был Но Второй Тайм Мы Просто Задавили И Еще Удаление Да Это Пожалуй Сказалось В общем Мы Выигрываем Кубок Англии С Третьего Раза Мы Долго К этому Шли Никто Не мог Это Подумать То Одни Проблемы То Другие Я Горжусь Вашим Выступлением Особенно Втором Тайме Конечно Не важно Что у соперника Было Удаление Но Мы Потрясающий Матч Сыграли Не то Что с МЮ С Ливерпулем Гораздо Лучше Все Произошло Я Очень Доволен Развитием Событий 3-2 Мы Выигрываем И Тем Самым Мы Будем Играть Еще За Суперкубок Англии В начале Сезона В Манчестер Юнайтед Который Стал Чемпионом Так что Очень Очень Все Это Интересно Все Трофеи Наши Все Собрали Участвовали Завершился Сезон Вообще В Европе Тут Во всех Турнирах Но Давайте Мы Пройдемся По ним Ну Мы Выходим В английскую Премьер Лигу Нурвич С второго Места Через Плей-офф Бирмингем Они Выиграли В итоге Плей-офф Сначала Лиц Выбили Потом Сандерлен 2-1 Вот так Вот Все с ними Понятно В премьер Лиге Собственно Вылетают Берли Миддлсбро И Брэнфорд Брэнфорд Только туда Вышел И Минус 60 Разница Мячей Вот Ну Видим Манчестер Юнайтед Чемпион Манчестер Сити Второй Ливерпуль Который Тут С нами Играл В финале Кубка Англии Третий Челси Четвертая Команда Да Ну И Арсенал Только лишь Пятый Кстати Арсенал Играл В финале Лиги Чемпионов Шестерка Это Топовые Клубы Так что Арсенал Давайте Посмотрим Арсенал Играл В финале Лиги Чемпионов С Барселоны И проиграл По пенальти По пенальти Представляете Хотя Удаление Было Хорди Альба У Барсы И Весь Увертайм Арсенал Был в большинстве Но Не смог Не смог Лигу Европу Выиграли Мы Значит Мы с Барсей Будем еще Играть Суперкубок Европы Вы представляете Какое Для нас Счастье Свалилось И какие матчи Нас будут ожидать В следующем Сезоне Ух ты Да С Барсей Сразу же И там Еще С МЮ Суперкубы К Англии В общем Много чего Будет интересного Посмотрим На это Ну еще В Россию Заглянем В России Смотрите У нас Зенит Стал Чемпионом В общем Спартак Второй ЦСКА Третий Да Ну давайте Зенит Сначала Глянем Куман По-прежнему Тренер В общем Тут какой-то Малкольм Малкольм Бразилец Тут есть У Чего У Спартака У Спартака Попов Вице-капитан Ну а что У нас тут С нашим Лоди Лоди В общем Где он у нас В отпуске Ну-ка Посмотрим Лоди В Чемпионате России Сыграл Один Стигр Когда Перешел В Спартак В 20 Миллионов Уже Оценили Снова Ну в общем Ни одного Гола не забил Три голевые Передачи Отдал Ну за нас Он сыграл 49 матчей Тоже ни одного Гола не было Вот Такой вот Игрок Касательно Спартака Каррера По-прежнему Тренер ЦСКА Корбан Бердеев Ну и Видимо Кенфеев Тут до сих пор Вернблум Ну да Кенфеев Как же без него Краснодар Который мы тут Громили У них нет Тренера Можно вакансию Бодать Кстати И Что-нибудь Проделать Так Локомотив Леонид Слуцкий Поднял Локомотив В прошлом сезоне Команда боролась За выживание Слуцкий Пришел Ну и Видим Пятое место В общем Команда Занимает Ну и Вылетает Тос на Оренбург Что там У нас Арсенал Тула Прошла Через Таковые Сатурн Выбили Урал Мартовио В общем Лишь по пенальти Ничего себе Ну это Вот чемпионат Нашей страны Ладно Все здесь Понятно И Все в этом плане Ну и Завершаем мы На этом Нашу серию Наш сезон Паттерсон 50 голов Забил Мелегония По лучшей оценке 30 передач Шульца Точность передач Мы видим Ну и Много чего Мы Тут Видим Баланс У нас Баланс У нас Хороший Смотрите На трансферы Нам выделено 64 миллиона 64 Потому что Мы будем играть В лиге чемпионов То есть Мы можем Кого-то купить За эти деньги Но посмотрим Кто у нас Будет уходить Если будет То может быть Нам такой Трансферный бюджет И не понадобится В общем Сезон Номер 3 Завершается 1 июня Уже 2020 года Потом Мы вернемся К началу Нового сезона Посмотрим Как там Чемпионат Европы Сыграли Команды Кто его Выиграл И Тоже Это все Будет Для нас Может быть Интересно Может быть Нет Не знаю Ладно Всем Спасибо за внимание Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому